ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Он с нами сегодня тренер личностного роста. Человек, который, ну, он идет как бы неизвестность, и он там шутит, он там, ну, ему там прикольно. То есть человек, который кайфует от того, что он в середине озера не умеющий плавать. Он в кайте от этого. Это Владимир Шан-Шурин, встречаем! А микро обязательно, да? Нет, не обязательно. А без микро слышно, ребят? Отлично. Что-то как-то вот... Ну нет, тогда не будем этого... Так, сейчас я чуть поволнуюсь, как обычно, по традиции. По СЦУ. Так, значит, смотрите, ребят, кто-нибудь меня знает вообще или нет в этом доме? Обычно выступаю на аудитории, которая меня знает, соответственно, и эта аудитория мужская. Ну, женщинам придется немножко потерпеть, но я ничего плохого про вас говорить не буду, как бы только хорошее, наверное. Поэтому здесь все-таки тема моего выступления, она больше для мужчин, и о том, как моя тематика, сейчас все расскажу, связана с бизнесом и с тем, что вы сюда пришли. Меня зовут Владимир Шамшурин, мне 32 года, пока еще, как бы, да, вроде бы, да. Значит, я занимаюсь, ну, в простонародье сейчас, прежде чем вы начнете огрызками кидать, пикапом. И, соответственно, я провожу тренинги в области общения, эффективного общения с женщинами и по строению отношений, а также мотивации мужчин через это, потому что я считаю, что женщины – это самая лучшая мотивация. Так, сейчас, мы, на самом деле, только вчера узнали, что будем выступать с Антоновым. Значит, кто я, чем я занимаюсь? Давайте про деньги, а здесь про деньги кому-то интересно рассказывать, ребят. То есть, мне сказали, надо, чтобы выйти и рассказать про деньги сначала. У нас тренинг-центр, ну, как бы, если я тебе скажу, что все держится только на мне, то все твои. Ну, я еще это расскажу. Да их много, на самом деле, как собак не резаных. Какая ваша дочка? Вот смотрите, ребят, по поводу ваших вопросов, у меня будет просьба, я расскажу, и если, ну, как бы, вам интересно, вы потом подумаете, интересно или нет. И будет время на ответы на вопросы. Плюс еще хотел бы ремарочку, то есть, терминология из серии точка А, точка Джи, там, и точка что-то еще. То есть, я, честно говоря, не силен. Я был только на интенсиве, и то было в 12-м году. Поэтому, ну, вот, как бы, придется тогда пояснять какие-то моменты, я буду переспрашивать. Хорошо? Точка А – это 7 лет назад на велосипеде с привязанной на проволоку лопатой село Красный Яр в Самарской области. То есть, ну, мама библиотекарь, папа строитель, ну, обычный разнорабочий. Как бы, смотрите, я здесь, может быть, кому-то на больное надавлю, потому что кто-то там, ну, что-то там себя узнает или что-то еще, но, наверное, слава богу. То есть, точка А была такая, что, как бы, родился в 84-м году в Самарской области, учился в школе, начал подрабатывать лет 16 на стройке, ну, там, лопатой махал. Вот, как бы, самое простое. Потом не поступил в два института, ну, потому что тупой, как бы, ну, неважно, не почему, как бы, почему не поступил, не поступил. Поступил в энергетический колледж, то есть, у меня нет высшего образования на данный момент, то есть, поэтому, как бы, как-то так. Но это не показатель, это не значит, что вам надо сейчас всем перебросать свой институт, если кто-то учится, но, как бы, это не показатель ничего. То есть, сейчас немножко предыстория, то есть, может быть, кого-то это замотивирует, заставит что-то там отрывать свою нижнюю часть спины. Не поступил в институт, пошел работать, работал, где я работал, где я не работал. Я торговал арбузами, пластиковыми окнами, не знаю, работал на стройке, работал в казино, работал на пивзаводе «Жигулевское пиво», если кто-нибудь такой знает. Работал на макаронной фабрике всякими там дивизиональными, территориальными, анальными, ректальными менеджерами, то есть, и так далее. То есть, как это только не называлось, там, менеджерами по продажам, по пропажам и так далее. То есть, я перепробовал абсолютное большинство всех видов работы, которые только можно было тогда на тот момент перепробовать. Плюс ко всему, у меня была социофобия, ну, то есть, это, как бы, такая штука, которая, ну, откуда-то непонятно взялась. В России лет 7-8 я, скажем, 90% своего свободного времени посвящал тому, чтобы от нее вылечиться. То есть, мне было некомфортно, когда вокруг люди, когда, ну, то есть, я не мог ездить в автобусе, я не мог ходить по улице. То есть, ну, очень сложная штука, на самом деле, как бы, там такой период не самый приятный для рассказов. То есть, возможно, благодаря ей я попал в ту тему, которой я занимаюсь. Ну, и сейчас я по этой причине немножко подсылаю, извините за мой французский, я сейчас это адаптируюсь к тому, что публика немножко не моя и, как бы, материться не буду, обещаю, честно. А можно? Реставрация. А? Я думаю... Нет, смотри, есть только по делу. Я думаю, что, ладно, я не знаю, наверное, вы уже общее мнение, что, ну, конкретно ты прям, ну, как считаешь, нужно, так откажешься. Все, окей, ребят, постараюсь, без мата, как говорится. Без мата удобно. Сложно? Без мата удобно, но... Все, не, окей, я, как бы, на БМе, я выступаю впервые, честно. Хорошо, тема 17. Значит, смотрите, тема такая, то есть попал, потому что искал какие-то пути избавления от своих каких-то тараканов, комплексов, фобий, плюс я из бедной семьи, соответственно, такое же окружение. Ну, и сельская местность, сами понимаете, что это такое, то есть, соответственно, вот это все давление среды, оно вбивало, вбивало, вбивало какие-то негативные установки из серии, там, все богатые жулики. У кого похожее было такое, что в детстве что-нибудь слышали от родителей? То есть, это не значит, что ваши родители плохие или хорошие, это значит только то, что они прожили жизнь со своим убеждениями, и так или иначе они вам их передали, вольно или невольно вы их взяли. То есть, ваша задача осознать негативные, которые есть, и, соответственно, от них избавиться. Вот, и я услышал о пикап-тренинге, ну, то есть, смотрите, в моем понимании слово пикап, давайте скажем, в социальном понимании, что такое слово пикап, то есть, это что-то плохое, там, что-то подцепить, подснять, особенно среди девушек и так далее. В принципе, процентов на 70 они правы, потому что, ну, то, что сейчас дается людям, это немножко не то, что это на самом деле должно быть. То есть, я в слово пикап вкладываю всестороннее развитие мужчины по всем фронтам, который начинается именно с того, что он вдруг подумал, что я хочу нравиться женщинам или женщине. То есть, когда он осознал этот момент, он понимает, что для этого мне нужны лучшие женщины или лучшая женщина. То есть, а нужен ли я такой им? То есть, и это толкает меня к развитию, да. Женщина или женщина? Смотри, все начинается с женщины, потом переходит в женщину. Давай, это, чуть-чуть расскажу и потом обязательно отвечу. Я даже предполагаю, какие будут вопросы. Да, я могу, вонят этих людей. Запомните меня в лицо, обходите. Значит, смотрите, попал сам, пытаясь справиться с какими-то своими рамками, потому что все задания, упражнения, тренингов, в отличие, ну, хотя здесь тоже очень много практики, то есть, они все практические, они связаны были с людьми, с тем, чтобы находиться в людях, идти в люди и так далее. И меня дико вставило, то есть, мне немножко стало легче, мне было жутко страшно, но вот тренинг меня разогнал, после этого я ими просто заболел, то есть, за свою жизнь я, наверное, 18-20 тренингов уже прошел за эти годы. Вот, в какой-то момент, если очень сильно промотать, я начал понимать, что я на это могу зарабатывать деньги. То есть, мы, когда идем с другом куда-то гулять, мы знакомимся с девушками, легко с ними общаемся, и понимаем, что возле нас начинает кучиховаться какой-то народ, который говорит, ребята, слушайте, а можно мы с вами вот тусим, то есть, возьмите нас с собой и так далее. И было такое, что мы выходили гулять вдвоем с другом на Самарскую набережную, и там через пару часов, там человек 15 возле нас вот так вот кучиковалось. То есть, таким образом я понял, что на это можно зарабатывать деньги. То есть, потом переехал в Москву в 2010 году. И, в общем, тоже было много чего веселого, жил там, то у одних друзей, то у других друзей, то у третьих друзей, и в итоге, получается, сейчас, значит, пришел к каким-то цифрам. Значит, сейчас немножко о цифрах, потом... Я, на самом деле, когда шел сюда, я думал, тут будут одни миллионеры и так далее, а потом послушал, когда выходят люди, сейчас, ну, найдется, вот вы, да, и говорят, я ничего не умею, но я все хочу. Я подумал, ну, ладно, не все так плохо у меня. Смотрите, то есть, ребят, те, кто говорят, мне нужен, там, маркетолог, упаковщик моего товара, желательно, там, еще продавец, еще заместитель меня и так далее, и так далее, я вас, наверное, расстрою со своей точки зрения, потому что, чтобы у вас что-то в бизнесе получилось, вам сначала нужно попробовать это сделать самому, 30 раз набить шишки и уметь разбираться во всем процессе, то есть, как бы, не надо доверять маркетологам, там, директологам и так далее, то есть, половина из них сами ничего не понимают в том, что они делают, это из моего личного опыта. Что касается меня, то есть, я полностью сам своим проектом занимался от и до, то есть, я создал продукт, я абсолютно не понимаю, как его продавать, пытался его продавать, то есть, сейчас как-то с горем пополам его продаю, естественно, я постоянно встречаюсь с какими-то людьми, пытаюсь найти человека, который закроет вопрос продаж, потому что сейчас как раз такая ситуация, что, ну, я вот уткнулся в какой-то потолок, о котором здесь все говорят, что денег сильно не прибавляется, а работы больше и больше и больше, больше начинаешь париться, уставать и не хотеть работать. То есть, если кто-то думает, что вы сейчас придете сюда, вот там вот сидит маркетолог, тут директолог, тут упаковщик и так далее, ребят, ну, как бы, если у вас такое мнение, я вас, наверное, расстрою. То есть, придется самому разбираться во всем досконально. Значит, смотрите о цифрах. За последние две с половиной недели, ну, за крайней, я надеюсь, мы заработали чистыми почти 2 миллиона рублей на продаже книжки. То есть, сейчас я продаю свою книжку, 20-го числа продажи закрываются. То есть, там есть две версии за полторы тысячи и за пять с половиной с флешкой. Ну, вот народ берет, как бы, я вначале что-то подрастроился, а потом прям народ раз-раз-раз начал брать. Самый большой доход был 2,270, это был апрель 15-го года. То есть, собрался онлайн-тренинг по 5 тысяч рублей и, соответственно, было больше 350 человек, плюс мы там еще дернули каких-то клиентов. Люди звонили, да, сейчас, секунду, говорили, что мы продали колеса от мотоцикла, чтобы прийти к тебе, там, мы устроились на вторую работу и так далее. Ну, цена была специально такая низкая, 5 тысяч, чтобы любой человек из СНГ мог попасть. Я потом все расскажу. То есть, я сейчас пытаюсь просто вспомнить какие-то цифры. То есть, среднемесячные, ну, я не знаю даже, как правильно называется, оборот, не оборот. То есть, это та сумма, которая полностью приходит. Как ни парадоксально, вот, как бы, я занимаюсь бизнесом, ну, скорее, это самозанятость, а не бизнес. То есть, 621 тысяча рублей, но учитывая то, что маржа практически стопроцентная, то есть, у меня нет таких затрат каких-то особых. Ну, значит, вот, как бы, такой оборот. 8370 было заработано за 15-й год. Согласен, что кто-то зарабатывает эти деньги за, не знаю, за месяц, там, за два месяца и так далее, но я считаю, что, ну, как бы, я могу являться хорошим примером того колхозника, который из стройки как-то телепортировался в эту точку Б, как она называется, или что-то. Ну, то есть, если кто-то думает, что слово телепортировался, это вот взял и вот так вот легко сделал, то есть, это была колоссальная работа над собой, в том числе с нашими, со своими убеждениями, потому что мы не просто, как вопреки общественному мнению, мы, как бы, учим людей, там, цеплять девчонок, то есть, мы реально выкапываем из головы человека какие-то негативные убеждения, отрицательные негативные установки и так далее. То есть, вот это вот по поводу, сейчас, по поводу суммы. Смотрите, я хотел бы сейчас попробовать связать свою тему с вашей темой, и, может быть, вы что-то соприкоснете, как бы, в голове поймете, что они очень похожи. Сейчас я скажу, значит, по поводу специфики. Смотрите, наверное, каждый из вас считает, что ваш бизнес специфический. То есть, читали Макса Батарева «45 татуировок менеджера»? Блин, как так-то, ребята, вы до сих пор не прочитаете книжку, я вам лично рекомендую. Максим Батарев «45 татуировок менеджера». Очень крутая книга. То есть, если вы собираетесь заниматься бизнесом, соответственно, вы, как таковой, потенциальный руководитель, вам нужно обязательно ее прочитать. Макс очень хорошо описывает то, что специфики не существуют. То есть, ну, как бы, я про свой бизнес всегда говорил, что это все-таки самый специфичный бизнес. Потому что, действительно, смотрите, как пример, автосервис. То есть, у человека сломалась машина, он не думает, нужно ему это или нет. Он просто звонит в какой-то из сервисов, либо там отказывается от каких-то плюшек, которые ему дает машина, и чинит эту машину. То есть, это острая необходимость. Если мы мужчине говорим, слушай, мужик, у тебя не очень хорошо с женщинами, то есть, у нас есть основное возражение всех мужиков. Мужику проще обмануть нас, обмануть других, обмануть самому себя, потом прийти домой, там, ну, ладно, не будем говорить. Ну, да, давай вещи своими именами называть. То есть, как бы, промастурбировать, да. Зато в глазах кого-то он не упал. То есть, я считаю, что вот тема бизнеса, она намного проще продается, потому что, если спросить, кому нужно бабло, да, то есть, все поднимут руки и ноги, там, независимо от того количества, это нормально считается. То есть, признать, что, в принципе, неплохо было бы прокачаться в общении с женщинами, так, потому что это приведет к общению с одной женщиной по сравнению каких-то отношений. То есть, почему-то вот для мужика это очень болезненно. Поэтому, я считаю, нашу тему очень сложно продавать, но так или иначе, не умею ее продавать, не знаю какой-то терминологии, я что-то в этом деле немножечко, или немножечко добился. Сейчас, секунду. Смотрите, еще момент. Вопрос женщин прокачать намного проще, чем вопрос, ну, и для женщин вопрос мужчин прокачать намного проще, чем вопрос денег. Потому что даже самый закоренелый, ну, вот прям полный валенок за месяц может стать там человеком, который будет отталкиваться от количества женщин, там, или, не знаю, у него будет какая-то самая лучшая и так далее. То есть, определенная схема, мы вытаскиваем человека, он делает практически, исключительно практические вещи, то есть, и преодолевает свои страхи, дискомфорты и барьеры. Если бы было так легко с деньгами, было бы очень круто, ребят. Поэтому, наверняка, процентов там, ну, может быть, 5-10 людей, как обычно, приходят, говорят, я сходил на тренинг, сейчас все круто будет. То есть, ну, такого, наверное, тоже не будет, вам придется что-то делать. Но я вам даже скажу, что, наверное, придется очень сильно поработать. Смотрите, давайте буду проводить параллели между своей темой и темой денег. То есть, тема пикапа, тема общения, эффективного общения с женщинами, то есть, она прокачивает следующие вещи, она меняет убеждения. То есть, а кому-нибудь из вас вот режет слух, когда вы слышите, как кто-то там в очереди или где-то в толпе говорит, вот там их богатых не поймешь, или там, не знаю, вот они там, у них свои причуды. То есть, если это режет, значит, вы уже немножко поднялись над этими убеждениями, потому что, если вы этого не замечаете, то, наверное, вам придется что-то это, ну, сесть и проанализировать свои убеждения. Потому что, как только я начал понимать, что я над ними вырастаю, я их преодолеваю, переделываю, ставлю знак плюс со знаком минус, то есть, я начинал сразу прямо вот в толпе слышать вот эти все вот «о-о-о». Или когда в столовую приходишь, в дешевую, при какой-то фирме, при офисе, и вот замечаешь, как все ворчат, все обсуждают, какой мудак директор, какой там курс доллара, как это все, вот эти тетки, вот эти вот мужики, вот эти вот какие-то жалкие, не знаю, там в каких-то костюмах из Альбиона, думая, что вот теперь я там крутой чувак. То есть, и стоит только прийти немножечко в более дорогое кафе, там, не знаю, столовая номер два, в какое-нибудь кафе «Луч по соседству», где люди уже немножко другие. То есть, это к вопросу об их убеждениях. Они разговаривают о каких-то там интересных вещах, о том, куда съездить, о том, какие новости в мире, что можно сделать, что можно улучшить. То есть, абсолютно разная публика, ребят. И по поводу убеждений, как это работает на примере с женщинами, то есть, большинство мужчин себя недооценивает. Они видят какую-то девушку, думают, они там что-то думают, да, но при этом они понимают, что я не могу, она, наверное, меня пошлет, она то-то, она сё-то, то есть и так далее. Чтобы женщины сейчас поняли, о чем я говорю, в голове мужиков сильнейший страх отказа со стороны женщины. То есть, женщина для мужчины – это с древних времен. Я могу этимологию рассказать, страх. То есть, я вообще ненадолго, ребят, ну, как бы, чтобы никого не мучить. Если лишних пять минут есть, могу вам рассказать этимологию страха подвода. Ну, если, как бы, ну, значит, смотрите, ну, лично мое мнение, опять же, как бы, я не ученый, допустим, первобытные времена, люди живут недолго, холодно, саблезубые тигры, какие-то там с соседнего племени мужики с копьями и так далее. То есть, продолжительность жизни небольшая. У женщины есть инстинкт, значит, произвести потомство. И произвести потомство от самого сильного, чтобы оно было выживаемое, то есть, самое там какое-то дерзкое, настойчивое, упертое, приспособленное к каким-то трудностям и так далее. Вот. И о чем я вообще говорил? Да, то есть, смотрите, а у мужика то же самое, хотя говорят вроде, типа, вам, там, кобелям, лишь бы-лишь бы, то есть, сейчас немножечко не об этом. Почему мужчина иногда непонятно изменяет красивой женщине, несмотря на то, что вот она красивая, суперская, суперская, а он какой-то там секретаршу наклонил в командировке. То есть, конечно, сейчас женщина взбунтуется, скажет, что это не поэтому. Я считаю, что действительно есть некий инстинкт, потому что его нельзя объяснить физически, логически, мысленно и так далее. Это, что ему необходимо свое семя распространить как можно шире, потому что он тогда наверняка будет уверен, что от кого-то родится этот ребенок, потому что, например, он какую-то женщину плодотворил, пока он был на охоте, ее там пришел, а, тебя сигарды дают, ну ладно. То есть, ему нужна гарантия, что как можно больше самок от него произведет потомство. То есть, возможно, есть этот косяк природный, поэтому не сильно уж себя это, вернее, ругайте своих мужиков, когда они хотя бы там оборачиваются на чью-то задницу. То есть, ну, это просто мой вам совет. Ну, или там, куда ты смотришь, то есть, это инстинкт, он не сможет, не сильно ругай, можешь ему лещать. Ну, соответственно, тогда мужчина должен нормально принимать то, что женщина тоже оборачивается на другие люди. Нет. Почему этого вы не знаете? Давай еще, нет, мы потом в конце об этом поговорим. Смотрите, и по поводу страха подхода. Если женщина-самка какая-то не даст мужчине спариться с собой, значит, он не сможет произвести это потомство, во-первых. А почему ты смотришь женщину, а у которой много детей? Ну, то есть, например... Сейчас, вот прям запиши свой вопрос, пожалуйста. На самом деле так и есть, потому что с мужчинами мне работать проще, ну, как бы я с ними очень жесткий. То есть, в нашей команде я злой полицейский, у меня есть еще несколько тренеров, они добрые полицейские. То есть, как бы я людям говорю правду, как бы, ну, я обязан говорить людям так, как есть. И вещи называть своими именами. И мужчина тоже боится, что вдруг он свое потомство не произведет, если какая-то самка не согласится на это, например. Поэтому для него это очень важно. Плюс с каких-то древних времен, чем больше у мужчины было женщин, тем как-то вот он считался могущественнее, как-то там круче и так далее. То есть, это как бы косвенный показатель его собственного уровня, его собственной крутости. Видели, как мужик, когда он идет с какой-нибудь длинной телкой из эскорта, когда кто-нибудь идет мимо из его знакомых, такой, зарочек, типа, мое. То есть, вот они этим самоутверждаются. Возможно, есть и такое, но, в общем, у мужика есть сильнейший страх перед отказом женщины. Когда женщина говорит, нет, я не знакомлюсь, я не хочу, я занята или что-то еще, его бессознательное напрямую воспринимает, что это я какой-то плохой. Это не потому, что она лесбиянка, не любит рыжих, не знаю. Ее сегодня уволили с работы, ей нечем платить кредит. Только что у нее был секс с двумя чернокожими парнями. Это потому, что я плохой, поэтому ему вот этот вот отказ, это, знаешь, это очень сильный удар по самооценке. Для многих он настолько сильный, что он проще вообще не подойдет, потому что шанс 50 на 50. Вдруг да, дай-ка я проявлю настойчивость. Но он скорее этого делать не будет, потому что, то есть, вот, а вдруг нет, я же буду о себе думать плохо. Поэтому есть страх. Но это не бесполезно объяснять женщинам. Поэтому женщины, я вас прошу, если будут подходить какие-то такие, как я на улице, вы хотя бы сливайте их как-то грамотно. То есть, вот у кавказских женщин, кстати, то есть, у них с этим все в порядке. Они как-то вот настолько это технично делают. Знаете, да, вот такой клевый, спасибо, извините, но вот как бы, то есть, это не ко мне. Давайте я расскажу что-то вот прямо. То есть, по поводу убеждений. Вы видите красивую девушку, большинство мужчин, либо вы думаете, что она не для меня, либо вы думаете, что вот, наверное, какой-то олигарх там и так далее. И самое интересное, что к ней так никто и не подходит, потому что все думают ту же самую фигню. И когда ты все-таки набираешься смелости, подходишь, и она такая, да, здравствуйте, ты думаешь, боже мой, она же должна была меня послать, а тут такое. То есть, иногда происходят удивительные вещи. Поэтому, когда мы начинаем человека окунать полностью с головой вот в эту среду, когда мы ему заставляем буквально, помогаем, подбадрим, то есть, это наши методы, они секретные, как бы сейчас о них не скажу, начать все-таки идти на свой страх, общаться с женщинами, то есть, и он начинает понимать, что, о, прикольно, я получил результат, только потому, что я попробовал. Ну, не попробовал, не получилось раз, не получилось два, там, не получилось третий, но в какой-то момент раз выстрелило, еще раз выстрелило. То есть, в бизнесе же то же самое. То есть, вы сейчас пришли сюда, потому что для вас важен вопрос денег. Вопрос денег – это вопрос выживания. Ну, мы живем в таком мире, в такое время. То есть, если не будет денег, грубо говоря, нечего будет жрать, нечем будет платить за квартиру, ну, то есть, соответственно, есть вариант какой-то оказаться в коробке, там, привет, бомжу, вот. Почему-то мужчины забыли о том, что вопрос женщины – это намного более, не менее вопрос выживания, то есть, чем вопрос денег, потому что, многие из вас, кстати, еще и сюда пришли, только потому, что вы хотите женщин, или самую лучшую женщину, или какая-нибудь там, Таня или Маша соседнего подъезда когда-то на вас не посмотрела. То есть, вы даже можете этого не осознавать, ребят. А зачем вам деньги просто, мне интересно? Можно с вами немножко… Не, смотрите, просто интересно, зачем кому бабло, то есть, вы живое, ну, как бы бабло, это же, как сказать, это мост, это путь, это… Не, да, кто честно признается, что вот кому вот, как бы хотелось бы денег, потому что он считает, что когда у меня якобы, я сейчас подчеркиваю это 150 тысяч раз жирной чертой, якобы, когда у меня будут деньги, значит, с женщинами все будет в порядке. Кто так считает? Ну, кто хотя бы слышал это от своих… Вы, это не про вас, вы вообще все офигенные. Вообще не про вас. Кто хотя бы слышал это от своих друзей, ребят? Самый смелый. Не, а все остальные думают, что как бы у меня и так все хорошо. Зачем деньги, ребят, вам еще? Какие есть версии? А мечта, то есть она как-то с деньгами не связана, да? Не, но деньги, это деньги связаны. А что еще вам надо для того, чтобы радоваться жизни? Представьте, у вас 5 миллионов, там, не знаю, фунтов стерлингов, а получается, что вы приходите домой, либо там никого нет, либо там какая-то такая, очень такая, со скалкой такая женщина, говорит, ну что, ты где был? Ну, то есть, представьте, вам будет хорошо, ребят? А слышали такие истории, что у нас ничего не было, но мы вместе все нажили, теперь у нас все круто, потому что я ее люблю, а он любит меня, мы друг друга вдохновляем, мне хочется возвращаться домой, потому что я реально люблю свою жену, а она любит меня, и не говорит там, слышь, пиво можешь попить вон там, вот под подъездом, чтобы я видел, это реальный кейс, кстати, одного моего знакомого чувака, так живут люди на самом деле. Есть половина чуваков. Значит, по поводу убеждений, но это очень коротко, ты начинаешь общаться с более, то есть, прикол в том, что люди, даже мужчины, я говорю, когда говорю люди сейчас, то есть, женщины тоже, естественно, просто, я говорю о мужчинах, то есть, и для мужчин, вы просто послушайте, то есть, большинство даже не смотрят на этих женщин, понимаете, то есть, они думают, ну, а что мне на них смотреть, если все равно не мое, все равно я не могу вот с такой никогда познакомиться, никогда у меня такой не будет, что мне на него смотреть, проводите всегда параллель про деньги, когда я что-то говорю, про какие-то тачки дорогие, когда я переехал в Москву, ездил в метро, я поехал на тест-драйв Lexus, то есть вообще мы обошли все автосалоны такие, до Мерса, выше у нас яиц не хватало, мы сейчас там можем прийти в какой-нибудь Bentley, что там Bentayga у вас, да, хотя тоже самое, приходим толку-то. То есть смотрите, у меня была боль, меня чувак не пустил на тест-драйв, то есть мы сели в Lexus, AES он только тогда вышел, говорят, что он бабский, правда, я разволновался и нажал на педаль, когда заводил левой ногой на педаль тормоза, ну, мало ли я, может, левша, и вот этот вот продавец, он меня не пустил, он сказал, я вам отказываю в тест-драйве, потому что я считаю, что вы, типа, не умеете ездить, вы, и меня это очень сильно цепануло тогда, меня так это выбесило просто, мне так захотелось прийти, найти его, вот принести денег, сказать, так, вот пусть он мне продает, но к сожалению, как бы, или к счастью, я там езжу на Audi, а не на Lexus, вот, и как бы я этого чувака больше не видел, то есть к вопросу о том, что вы начинаете ходить какие-то тест-драйвы, кататься с другом на его машине, сядете за руль, думаете, ой, это клево, я в принципе могу, ну, то есть вы начинаете туда как-то проникать, в другую реальность, здесь то же самое, когда вы начинаете общаться с женщиной, понимаете, что я всю жизнь думал, что я дебил вообще, и вот такие мне даже не снились, а тут понимаете, что они на вас нормально реагируют, там с одной даже у вас какие-то отношения, и вам все нравится, вы начинаете больше верить в себя, То есть ваши рамки внутренние, они расширяются, ребят. То есть вот такая параллель. Дальше. А нормально все? Интересно там кто-то это? Нет, я сейчас не напрашиваюсь на комплименты. Просто я не умею делать вот эти штуки, там встали, там потрогали друг друга, ну как бы в каких-то местах. То есть я правда этого не умею, я считаю, что ну может быть это лишнее. Потому что я никогда не любил корпоративы почему-то, но это мое. Я на этих дебилов на работе насмотрелся, еще когда вечером с ними идти куда-то там, ну это вообще не мое было. Я никогда не любил вот эту всю штуку на тренингах, потому что большинство обывателей, которые не в теме тренингов вообще, они вообще в принципе думают, что там только этим и занимаются. Положили руку на плечо, положили соседу там, что-то еще. Ну то есть немножко не мое. По поводу масштабирования целей, то есть то же самое, очень такая есть четкая параллель. Когда ты понимаешь, что в принципе можешь познакомиться с любой девушкой на улице, и это очень прикольное ощущение. То есть для мужика это ну просто космические ощущения, особенно когда у него раньше такого не было. В какой-то момент он понимает, что вот уровень этих женщин, с которыми я могу общаться, он как-то мне уже не интересен. Мне хочется вон ту там, которая там выползла в мехах из какого-то дорогого авто. Хотя это на самом деле большое заблуждение этих мужиков. Когда они вот это все пробуют, они понимают, что там все очень ненастоящее в золотой обертке. И зачастую с этими девушками отношений нормальных не построить, потому что они в принципе ни к чему не приспособлены. То есть они не умеют ни сосать, ни готовить, извините опять же. По поводу масштабирования. И мужчина понимает, что я хочу вон ту, вот она мне нравится. То есть вот они выходят, там от них так круто пахнет, они там в какого-то клуба дорогого вышли. И он думает, что мне сделать. И он думает, блин, я хочу ходить в это место. Для этого мне нужно что? Для этого нужно там, не знаю, купить костюм. Например, это всего лишь пример. Для этого нужно заработать денег, чтобы я мог туда попасть, оплатить счет какой-то. Для этого мне нужно что? Там все качки, я один жирный, надо подкачаться. То есть и так далее, и так далее. Мужчина начинает развиваться. И с его развитием эти цели растут. То есть и уровень женщин растет и так далее. То есть женщины очень сильно помогают научиться масштабированию собственных целей, то есть каких-то своих желаний. Причем вот у нас бывают клинические случаи, когда человек… Но это редко. То есть многие думают, что мы работаем с ботанами. Когда я первый раз услышал про этот тренинг, я сказал, вот дебилы, они еще и денег несут за это. Когда я увидел, что делает этот человек, который его прошел недавно, у меня был только один вопрос, куда нести бабло, когда будет следующая группа. Я проходил в рассрочку у Макса Красочкина в Тольятти. К чему я все это говорил? Так, значит, по поводу настойчивости. Смотрите, во. Кто у вас там, кто в интернете работает? Или прям все в интернете сейчас работают? Есть какие-то, кто с интернетом? Интернет-магазин, я имею в виду, что не какой-то сервис авто, например, который продается через интернет, его услуга. И смотрите, а кому знакома штука, когда вы собираетесь открыть какой-то интернет-магазин или бизнес, и вы говорите своим друзьям, друзья, я завтра открываю интернет-магазин, бизнес. Они говорят, ну ты вообще, посмотри на себя, какой интернет-магазин. У кого было что-то похожее или у ваших друзей? То есть зачастую люди начинают говорить, что за фигня, ребята, вы что, дебилы, что ли, какой у тебя магазин, у тебя три класса образования и так далее. Почему они это говорят? Ну, опять же, я не люблю, когда там спикеры, начитавших умных книг, там, нахватавшись, цитаты, метафор, то есть я не хочу этого делать и как бы не люблю этого. Я ничего нового, может, не расскажу, но я хотя бы говорю, что это не мое, это я где-то слышал, то есть вот что я какие-то вещи рассказываю умные. Про интернет, да, то, что всегда будут люди, которые тянут вас на дно, которые будут говорить, чувак, у тебя ничего не получится, там, еще хуже, когда это родители, но они это делают неосознно и есть некие, как бы, родовые программы, от которых надо быстрее избавляться. Значит, суть такая, я все время отвлекаюсь почему-то. Они вам говорят, ничего не получится, ничего не произойдет и так далее. Неужели в этот момент вы такие, что, в натуре, что ли, не получится? А, ну ладно, короче, а вы уже лендинг заказали, там, не знаю, верстку сайта вам делают, уже директ там настраиваете, вы, короче, все берете и бросаете. Вы же этого не делаете. Или когда чемпион мира по боксу выходит с каким-то другим претендентом, то есть чувак, который хочет стать чемпионом, он выходит такой, говорит, ему говорят, слушай, чувак, а я уже чемпион, место занято, такой, да? А, ну, извините. То есть параллель с женщинами, привет, классно выглядишь. Там, я не свободен, или там, не знаю, я тороплюсь. А, извините, то есть то же самое, ребят, но вы же в бизнесе, не будете сдаваться. То есть такая же параллель с женщинами, когда мы учим мужчину настойчивости, то есть она не до фанатизма, конечно, понятно, что она не приходит домой к мужу вот так вот с держащимся за ногу, тут у нее пакеты с сосисками, а тут мужик по земле. Смотри, чувак, тут кто-то это, это не я. Но так или иначе это прокачивает настойчивость, это очень сильно прокачивает настойчивость. То есть женщины, они постоянно, кто еще не понял, они всегда будут говорить нет. И это никак не связано с вами, но если вы, конечно, не выглядите хуже, там, не знаю, чем этот какой-нибудь там подзаборный, да? Можно я по стране женщин скажу, но просто, может быть, кому-то понадобится. Но вот на самом деле, то есть первая радость, я никогда не скажу да. Ты не одна такая, я тебя обрадую. Потому что много, я не хочу слабого мужчину, зачем он сразу как-то по-другому, а пока пошел к другой. Как это работает, ребят, то есть почему так мало там успешных людей, почему основная масса все-таки вот так вот едет в 7 часов вечера в метро, другая еще едет вот так вот это. Мне вот такие чуваки всегда забавляли. То есть такое ощущение, что кроме шариков в айфоне больше нет ничего. Причем даже до такой степени, что он просто с ними перемещается по эскалатору, по переходам. То есть я всегда думал, вот, ребят, вы голову оторвите, девки вокруг красивые в метро, не знаю, там, подумайте о том, как мне занять место замдиректора своей фирмы, даже если работаешь на дядю. Подумайте о том, как мне, может быть, где-то выучиться плести корзинки, не знаю, начать их по-левой продавать, ну, то есть какой-то заработок, что-то еще, сходить на тренировку. Нет, люди на самом деле зомбированы и таких большинство. Я к чему говорю, что бизнес тоже любит настойчивых. То есть у меня было настолько много случаев и моментов, когда уже живя в Москве и вроде что-то зарабатывая, мне вот там пару лет назад, ну, не пару уже, наверное, года, три с половиной, мне пришлось взять кредитку в Альфа-банке, потому что мне тупо нечем было заплатить за квартиру. Еще, знаете, есть такая штука депозит, когда оплачиваешь и, ну, потом забираешь или живешь в последний месяц. То есть я попросил этого собственника, говорю, чувак, можно я за депозит поживу и вот еще кредитка. Ну, то есть было такое, но я, опять же, ни разу не сдался, хотя бы потому, что я не хочу возвращаться туда, ребят, не потому что в деревне плохо. Я каждый месяц-полтора езжу, ну, там, такой районный центр к родителям, я их очень люблю, я их навещаю, но когда я вижу, что за люди там живут, и у них там предел мечтания, это Лада Калина, как один таксист сказал, я бы хотел Ладу Калину. Я говорю, да ладно, ты замахнулся. А прикол в том, что я говорю, а что мешает? Он говорит, ну, это надо тридцатку зарабатывать. Я такой думаю, да. Поэтому, может быть, вы меня поймете, кто из маленького городка или из деревни, то есть почему мне туда не хочется возвращаться обратно. Потому что мне не о чем разговаривать с этими людьми, не потому что я стал каким-то другим. Или они, потому что вот у нас пути разошлись. Никто не стал хуже, никто не стал лучше. Или заправка еще, прикольный момент. Вы представляете, вы решили открыть заправку, и к вам подходит какой-нибудь мужик, слышу, у нас там уже есть одна, он там стоит. Вы такие, а, ладно, извините, не буду открывать заправку, пойду вновь устроюсь, не знаю, дивизиональным менеджером в какой-нибудь компании. Ну, вы же понимаете, что этого не будет. Поэтому с женщинами работает то же самое. Если они вам говорят, если женщины будут говорить, да, начнется хаос, вы отсюда точно живыми не уйдете. Ну, то есть они обязаны. Почему, у кого есть вопросы, или это прям вообще не надо обсуждать, почему женщины говорят нет. А все, короче, умные. Сейчас, смотрите, любого из вас сейчас спросите, вы скажете. Честно, вариант номер один, мне это не надо просто. Вот стопудово, ребят, я, ну, как бы, я люблю людям давить на больное. То есть потом вы меня, видите, после этого мероприятия скажешь, где черный выход, ладно? Вход или как? Смотрите, ребят, то есть другая версия, вы скажете, как бы, меня устраивает то, что есть. Ну, то, что есть, это либо какая-то женщина, которая принесла течением, и у вас не очень хорошо в отношениях, либо вообще отсутствие как таковое. Есть еще проститутки, спасение человечества просто. Хотя я вообще не понимаю, какой кайф. То есть, ну, для мужчины соблазнить, скажем так, ну, заинтересовать, завоевать женщину, это же не только физиология, это не только какая-то вот фрикция. Это какое-то колоссальное внутреннее состояние, ресурс. Вы вспомните, когда вы с понравившейся девушкой ходили на свидание, если у кого-то такое было вообще в жизни, ключевое слово, которое вам нравится, и вроде все на мази, и вы даже поцеловали щеку, я на вас, и вы думаете, ну, у нас это происходит по-другому, там у нас иногда это заканчивается, это... Ну, не суть. То есть, там что-то прикольное, вы поняли, что симпатия взаимная, и вы садитесь в тачку там или в метро, не знаю, вы несетесь по городу, включив там какой-нибудь там Магадан, ну, какой-нибудь музон. То есть, вы едете, и у вас настолько состояние эйфории, что вы думаете, что я сейчас могу просто свернуть горы. Гаишник, бойся меня. То есть, вы настолько круты в этот момент. Кто такой испытывал хотя бы раз в жизни, ребят, по чесноку? Это же настолько клево. Вы вспомните, сколько энергии было там. То есть, вот в этом состоянии реально можно сколотить там за одну неделю, не знаю, миллион долларов, сделать все, что угодно, убрать своих конкурентов, в хорошем смысле убрать там и так далее. То есть, ну, это какая-то связь. Сейчас я буду что-то подглядывать. Ребят, правда, мы вообще не готовились. Значит, смотрите, отказ от результата. Если кто-то пришел в бизнес чисто за баблом, за баблом, то есть, это все тоже как бы ни к чему хорошему не приведет. Вы должны хотя бы на 10 процентов, ну, не прям вот прям кайфовать, но хотя бы вот не испытывать какой-то негатив, делая какие-то вещи, какие-то процессы в своем бизнесе. Потому что, если вы будете ненавидеть всю эту работу и только вот думать, вот сейчас я отмучаюсь, вот это дерьмо настрою, вот это продам, и в конце будет плюшка в виде бабок, ребят, ну, это тоже нехорошо. То есть, пикап учит получать удовольствие от процесса, то есть, он учит отказываться от результата. То есть, за счет того, что у тебя появляется выбор в жизни, то есть, у тебя вообще не было женщины, тут какая-то вот привалила там, и ты думаешь, ну, вот, ну, подумаешь, что 206 килограмм весом, там, волосы на спине, не знаю, там, ну, усы ей даже идут. То есть, и вы начинаете оправдывать вот этот свой выбор, якобы это ваш выбор. Ну, когда вы понимаете, что, чувак, они все твои, поэтому я так и назвал свой проект, то есть, вы начинаете понимать, прикольно, я могу выбирать, и вы начинаете общаться с женщинами с каким-то собственным достоинством. Как правило, дамы, наверное, подтвердят, что когда к ним подходят, зачастую это выглядит очень с ярко выжженной позицией снизу. Можно? Здрасте, вы не против? Я извиняюсь. То есть, вот так же это, скорее всего, девчонки. Либо нагло. Причем, смотрите, ну, нагло это, скорее всего, потому что вот он думает, сейчас одену эту маску, но поскольку он, как бы, есть такой раздрай, то есть, ненастоящий, он вроде бы наглый, но ты понимаешь по его, там, телу, невербалике, что он говорит, эй, сучка. А Сантрин, ну, было такое, да, у тебя? Отлично. Ну, это не наше, я тебе скажу так. А можно вопрос? Да. А вот этот страх, он коррелирует со страхом общения, в принципе, с любыми людьми и так далее? Или это отдельно? Смотри, есть что-то похожее, но... По поводу тех наивных ребят, которые зарабатывают бабки ради того, что у меня будет много женщин, или там, я там, женюсь на Мисс Москва. Нет, ребят, я вас огорчу, прикиньте, какая фигня. Ну, как бы, самая дорогая индивидуалка стоила 680 тысяч рублей. Как бы, я думаю, что вы понимаете, что чувак, способный отдать эту сумму, ну, как минимум, с сексом у него проблем не должно быть, потому что, в принципе, самое там... Сколько стоит это? Сейчас кто-то спалится. Ну, самая дорогая проститутка, вас кину. Может, полтос, я не знаю. Я не знаю, правда. Ну, как говорится, это... Мужик, отлично! Зато честно! Не-не-не, не охотно. Хорошая ниша, ребят. Хорошая ниша. О чем я там, напомните? Я сейчас думаю о еде. Я сейчас стою, разговариваю с вами и думаю, боже, как бы я сейчас сожрал какой-нибудь там лагман, не знаю, что-нибудь. О том, что если будет много денег, то два баба не будет. Да, абсолютно полный бред, ребята. Вот есть иллюзия, что к нам приходят такие вот ботаны. Я не могу сейчас заправить штаны посюду, к сожалению. Ну, как бы вы понимаете. Здравствуйте, помогите мне. Таких людей очень мало. В основном приходят люди нормальные какие-то, которые способны, ну, как бы признать, что да, мне бы неплохо бы как-то поменять какие-то свои моменты, свои страхи преодолеть. То есть через женщин, опять же, преодолеваются любые страхи. То есть вы начинаете общаться, коммуницировать. Вот это самый нетворкинг, вот это самое общение, заведение каких-то связей и так далее. То есть то, что помогает в бизнесе. Приходят богатые чуваки, но они говорят, либо женщины в нас видят только деньги, потому что они изначально себя неправильно позиционируют. Я, допустим, нормальный чувак. Ну, я подхожу и говорю, здравствуйте, давайте я вас подвезу, прокачу, подарю, накормлю, помогу. То есть женщина думает, слушай, ну, он прикольный, я бы ему и так дала, ну, раз тут еще и плюшки дают, ну, давай я возьму, что мне в плюшке-то не так? Отлично. Ну, это, кстати, подставная, мы сейчас это за пару сотен договорились. То есть суть такая, что, ну, никакой прямой корреляции между количеством денег у вас и, назовем так, гармоничными, хорошими отношениями с вашей женщиной, в которых вы не в добровольное рабство себя сдали в лизинг, там, вон под окном пиво, ага, вижу, так и сиди. То есть, а когда женщина для вас, как бы, поддержка, опора, вдохновение, энергия и так далее, то есть источник чего-то такого, откуда вы приходите домой, черпаете, ну, ладно, рисовать ничего не буду, то есть идете с новыми силами, потому что у вас есть женщина, которая вам нравится и которой вы нравитесь, все очень круто, ребят, поэтому вы пришли решить вопрос бабла, сейчас я его решу и все будет, нифига, на самом деле нифига не так, ну, вы об этом поймете когда-нибудь. Да, кстати, еще по поводу вариантов запасных в бизнесе и по поводу женщин, то есть, когда у тебя становится, вернее, когда ты ловишь ощущение, что я могу, в принципе, сейчас, если не это, ну, завтра пойду познакомлюсь с другой, которая не хуже, и потом сам сознательно, а не хером, извините за выражение, сделаю выбор, что вот эта женщина мне нравится, потому что мне с ней, там, приятно то, приятно это, интересно это, интересно это, то есть, это дает определенный выбор, то есть, у вас, как бы, получается, вы в голове начинаете ощущать, что у меня есть запасные варианты, что даже если здесь что-то не получится, как бы, я могу потом, ну, как бы, я уверен в том, что я не пропаду, но найду себе другую, ну, с другой сложатся какие-то отношения, та же самая параллель с бизнесом, то есть, если вы все внимание направляете в один бизнес, да, это очень круто, и, как бы, многие так и делают, этим и занимаются, но, как бы, я вам лично рекомендую, хотя бы, ну, допускайте в голову мысли о том, что, как бы, а если что-то пойдет не так, ну, не знаю, завтра запретят, там, сникерс в России, и все, а я шоколадками торговлю, ну, и все, хотя бы иногда интересуетесь чем-то еще, то есть, ищите какие-то запасные варианты, если есть время, еще один какой-то доход попробуйте себе организовать, хотя бы, может быть, не такой, там, высокомаржинальный, что-то еще, то есть, у вас должны быть, должно быть ощущение, что это, это, как бы, мышление, не то, что я вцепился, у меня должно быть ощущение, что, блин, ну, если это не получится, получится что-нибудь другое. Да? А это еще, кстати, во многом от женщин зависит, как мужчина себя ведет в отношениях. Понятно. Я согласен, что складывание ответственности на мужчину, это нормально для женщины, нет, я согласен, знаешь, есть очень тонкая грань, если ты будешь его слишком сильно хвалить, например, он скажет, ага, я прикольный, дай-ка я носки там раскидаю, ну, то есть, ты об этом, да? Если ты его будешь шмырить, он уйдет, чем больше ты для него, он для тебя не герой, тем больше ты для него не красавец, то есть, он начнет бросаться в тебя тем, что, да ну ее нафиг, она какая-то там в синем, пойдет в какой-нибудь, которая в розовом. Согнет, согласен, но мы сейчас вообще немножко не об этом. Сейчас, секунду. По поводу ответственности, смотрите, бизнес, это ваша, кстати, история, что вы говорите, помогите там, сделайте что-то, все бы хорошо, если бы вы потом сами на себя сказали, что, слушайте, ну, как бы я тупанул и наняла не тех людей, но зачастую это, опять же, я не до вас докапываюсь, то есть, как показательно. Я не то, что я прям говорю, помогите, я все... Нет, 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 это просто вот, как бы, я услышал, да. Смотрите, все равно, это получается перекладывание для меня ответственности на кого-то. Нет, хорошо, ну, то есть, я услышал оттуда не ваша личность, не ваша ситуация, а то, что вы говорите, я там ищу того-то, помогите, 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 я просто подумал, что есть такие люди, которые сначала там зовут кого-то на помощь, потом говорят, вот этот чувак, короче, плохо настроил директ, это тот, это тот, это как я пластиковыми окнами торговал. Вроде завод, из которого выходят, ну, окна, там есть контроль качества. Я, монтажники поехали, без меня все сделали, я еду за баблом в коттедж, и слышу такой звонок от хозяйки, думаю, ну, сейчас подъедет с деньгами, она говорит, слушай, у тебя окна кривые, мужик. После этого началось две недели рая просто. Там до угроз, что ты сейчас продашь свою машину, вернешь нам все эти деньги, потому что реально вот такие окна поставили монтажники, привезли с завода, по сути дела они все мудаки, но на самом деле, как бы, по факту это я. Надо было проверить все. И к вопросу об ответственности, то есть, пикап учит брать на себя ответственность. Женщина так устроена, а всегда будет говорить, ну, ты что, мне ничего не надо, я ничего не хочу, мы с тобой мало знакомы, ну, ты что такое творишь, я думала, мы друзья, то есть, ну, и так далее, там, я не знакомлюсь, то есть, она все время говорит, нет, и для нее важно не показаться доступной. Поэтому она так или, вспомните картина голуби, вот этот чувак, который, то есть, он бегает за ней, и голубка такая, типа, что тебе надо вообще, мужик? То есть, как будто бы, вот, никому ничего не надо, или кошка. Когда они с котом шпили-вели, то есть, у них создается ощущение, что кот сейчас жестко ее насилует, она говорит, чувак, уйди. То есть, как только мы ее забираем, закрываем в какой-то отдельной комнате, она начинает мяукать, не давать спать и говорить, че? Ну, заканчиваем, то есть, и говорить, что, типа, вот там, где мой кот? То есть, тут то же самое, ребят, пикап учит брать на себя ответственность. В бизнесе самое главное – брать на себя ответственность. У меня было такое, что я много раз косячил, обвинял весь мир, истерил, но, как бы, по факту ситуация не менялась и не меняется, пока ты не начинаешь понимать, что, ну, кто, кроме меня, это будет разгребать. Садишься, начинаешь это разгребать, в следующий раз делаешь по-другому. Так, сейчас, что вам так, пять минут говорите, да? Четыре с половиной. Офигеть. Четыре с половиной. Сейчас. Я вас спрашивал про то, что зачем вам деньги, ребят? Ну, а зачем вам деньги? Для того, чтобы тратить их на женщину, на любимую женщину, не знаю, там. Не на тех, которые, там, дай-ка я тебя свожу в супердорогой ресторан, и ты точно мне дашь, как бы. А для нее все равно, в какой ты ее ресторан ведешь, потому что завтра найдется мужик, который поведет ее еще в более дорогой ресторан, и в этом случае вы обломаетесь, потому что вы заинтересовываете не собой, не своей личностью, а теми ресурсами, которые есть. Смотри, у меня сколько бабла, смотри, какая тачка. Да сейчас никого этим не удивишь в Москве. Поэтому вы зарабатываете деньги, чтобы как-то потом взять свою любимую женщину, не знаю, поехать с ней отдыхать куда-то, на Бали или куда-то еще. И вот для этого, я думаю, все равно же какие-то эмоции, которые вы оттуда получаете. Если вы говорите, я просто хочу денег, ну это не то. Сейчас, ребят, прям секундочку. Ну вы сюда вообще пришли, почему? Скорее всего, ну вы же понимаете, что есть там путь такой, так надо, да, там родился, пошел в детский сад, пошел в школу, пошел в институт, потому что там как бы бабушка настояла, то есть что надо быть вот филологом хочу быть. Говорит, нет, это все круто, как бы это полезно и нужно, но вы сюда пришли потому, что вы хотите заработать денег. Вот. То есть вы не хотите жить так надо, вы хотите жить так, как я хочу. То есть и пикап, соответственно, то же самое. У меня есть одноклассник Макс, который родил второго ребенка недавно, и говорит, Вова, ну ты дебил, ты еще до сих пор не женат, хотя я это очень хочу, это все очень в ближайшее время сбудется, наверное, надеюсь, когда-нибудь. Вот. И вот он настолько этим гордится, что вот мы родили второго ребенка, а ты типа тут вот что-то в какие-то игрушки играешь. Но они с этой женой настолько срутся и ругаются, вот прям при мне, а жена про него говорит какие-то там унизительные плохие вещи, она считает, что это нормально. И то есть они вырастят таких же детей, детей же не надо воспитывать. Они просто будут видеть вот эту всю там фигню, которая происходит между ними, это они сейчас уже там друг друга не любят, не хотят. Он говорит, мне жена не дает, что за бред вообще, зачем ты второго ребенка с ней рожал? Вот. И то же самое, ребят, то же самое. Сейчас, прям еще секунду и заканчиваем. То есть потому что вот это путь так надо, потому что мне 30 лет, надо жениться. Я женился на вот этой женщине, похоронил себя заживо. Или там потому что так надо работать за 20 тысяч рублей. Вы не хотите жить так надо, поэтому вы здесь. То есть у меня немножко, ну, как бы похожая ситуация. Люди, которые не хотят жить так надо, так как надо, якобы надо, в личных отношениях, в личной жизни, в общении с женщинами, они приходят ко мне. Что-то надо заключительное сказать, наверное? А кому интересно посмотреть видосы и понять, что как же у меня все херово по сравнению с этим чуваком? Хорошо. Кому просто интересно посмотреть видео, как можно легко и просто общаться с женщинами? То есть я есть в Ютубе, меня много где можно найти, но самый простой способ Владимир Шамшурин или мужской канал на Ютубе, то есть, ну, вы меня узнаете, ребят. То есть даже просто люди, которые просто смотрят канал, то есть там настолько много бесплатного контента, что если вы не полный олень, то вы попробуете сделать это самостоятельно и получите свой результат. Проблема в том, что многих из них нужно пинать, многим нужны пинки. Здесь то же самое. Вы сюда пришли только потому, что есть какая-то групповая энергетика, да? Вот сами, наверное, не делали, думали, сейчас пойду и вот с этого все начнется, потому что тут все хотят одного, какая-то общая энергия. Ну, ребят, это когда-нибудь кончится, к сожалению. Я знаю, там люди плачут, там закончился тренинг, но это нормально, то есть это хорошо. И вы опять останетесь один на один с собой, но может быть вы будете тусоваться иногда, там найдете какого-то друга, но по сути дела вы опять выпадете из этого коллективного. Как-то так. И поэтому, ребят, в общем, смотрите, у меня выходит книжка 20 числа, мы закрываем продажи, книжка очень крутая, она называется «Позиция сверху». Она не только о женщинах, она в принципе о том, как мотивировать себя, как никогда не сдаваться, потому что это самое главное для мужчины и для бизнесмена в первую очередь. Потому что у вас, скорее всего, в жизни еще будет очень много... Я говорю, как будто я, знаете, 80-летний старец такой, у вас в жизни будет много всякого говна, ребят, ну как бы никогда не сдавайтесь. Это был Шамшурин. Всем спасибо. 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 Я бы еще поотвечал на вопросы, но, видишь, мы бежим, то есть, как бы... Ну, правда, да, у нас только просто время заканчивается, я просто хотел бы подвести небольшой итог по поводу того, что... Ребят, дело в том, что... Вова меня не помнит, мы с ним познакомились, в торговом центре европейский. Дело в том, что, ну, грубо говоря, я сейчас 100 тысяч, например, зарабатываю, там, или 150, вот примерно в 4 раза такой же путь я и сам проходил, вот, в пикапе именно. И я понимаю, вот, буквально расписываясь под каждым словом Вовой, корреляция есть, она прямая. Если у нас это называют... Ну, заметьте, да, между прочим, Вова, например, он... Ты вообще слушал тренинги бизнес-молодости? Ну, конечно, я на интенсиве был и, ну, так, посматриваю. Ну, не замечаете, да, что, в принципе, расхождений нет, как бы. То есть, и там, и там борьба с неизвестностью реально тяжело. То есть, ребята, которые там, ну, типа, пикаперы... Ну, это оправдание собственной слабости, ребят. А вот вы попробуйте вот на улице, вот, серьезно, мужики, вот, такие с крутыми и тяжелыми, вот, ну, причиндалами, идите на улицу, войдите там в какой-нибудь торговый центр, ввести девушкам, подойдите и просто поздоровайтесь. Да, ну, люди, которые это не делали... Нам это не надо, ты что? Да нет, это же, ну, у меня... У меня есть. Да, ну. Это не для меня. Да, еще я люблю ребят, которые такие, типа, ну, я точно смогу. Если мне будет надо. Да, если мне будет надо и так далее. То есть, ребят, развивает, но если вы вообще с этой темой не соприкасались, ну, просто прикол попробуйте. Да, у меня есть девушка. Ну, просто поговорить-то никто. Вам не обязательно, как бы, да, это хорошая отмазка, что у меня есть девушка, как бы... Просто попробуйте. Увидите, насколько это тяжело. Это нереально тяжело, правда. А возможно, увидите, что ваша девушка, это совсем не то, что вы хотели, или кто вы хотел, и вы поймете, что, блин, ну, пока не поздно, наверное, надо прекращать отношения. Поэтому, да, у кого есть возможность реально, ну, вот к нему, серьезно. Просто по топ-тему, ну, супер, вот. Спасибо, Боб. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Там нет никаких ссылок, как бы, но мы реально не готовились. Поэтому, как бы, ребят, мужской канал Владимир Шамшурин на ютубе, кому нужно, тот найдет. Все, спасибо, что пришли, спасибо, что слышали. Спасибо. Давайте попрощаемся. Попрощаемся с тобой, было ведь клево. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова